Решение Савеловского суда, удовлетворившего многомиллионный иск дочерей телепродюсера Владимира Арцебашева к клинике медицина 24 на 7, для России беспрецедентно. По 25 миллионов рублей в пользу каждого ИСА. То есть 50 миллионов? Всего. Общая сумма 50 миллионов. То есть 50 миллионов это чисто моральный вред взыскан? Да, да. Такого вердикта не ожидали даже сами потерпевшие. Это невероятно. Это, наверное, всё-таки вот действительно учли весь цинизм и факт, что Арцебашева практически там убили. Они взяли, переписали по липовым доверенностям, ну, дачу, потом машину. Дело не в наследстве даже. Дело в том, что у меня лишили отца, а меня. Сегодня прямо возле здания суда о своих претензиях к клинике медицина 24 на 7 заявили даже её собственные юристы. Они просто-напросто путём мошеннических действий не заплатили нам денежные средства в виде двух миллионов рублей. Вы должны были за эти деньги доказывать невиновность Олега Серебрянского и клиники 24 на 7 в смерти пациентов? Ну, мы, смотрите, мы юристы. Мы не занимались уголовными делами. А вот что тот же юрист Каримов рассказывал недавно в качестве представителя клиники. На сегодняшний день врачи медицины 24 на 7 ни в чём не виноваты. Наше мнение, что это, да, рейдерский захват. Но напрасно теперь горе-юристы трясут актами выполненных работ. Бывший работодатель их даже на порог не пускает. Да, бессмысленно. Они закрылись сейчас. Главврач скандально известной клиники Олег Серебрянский в бегах заочно арестован. Реаниматологу Павлову и анестезиологу Наумову предъявлено обвинение по факту смерти ещё одной пациентки, 83-летней Веры Ворониной. В уголовном деле среди жертв оборотней в белых халатах супруга-изобретателя профессора Гулия, с которого за её излечение взяли 2 миллиона рублей. И Роберт Болосанян. Его в медицине 24 на 7 обещали исцелить от рака. Сначала мы ему анализы улучшим, потом, значит, какую-то операцию произведут. Но, к сожалению, этого не случилось. Только за 2019 и 2020 годы в один из столичных моргов из медицины 24 на 7 было доставлено более 400 тел погибших пациентов. Причём в 93 случаях проверяющие органы обнаружили явно криминальный характер их смерти. Стоит напомнить, что клиника, метко прозванная «фабрикой смерти», продолжает работать и по сей день. У неё даже не отозвана лицензия. Как установил эксперт Росздравнадзора, тела пациентов по коммерческому договору везли в морг института туберкулёза, где без обязательных по закону экспертиз на АБУМ выписывали левые свидетельства о смерти. В моей практике такого большого количества отмены вскрытий при высокой больничной летальности не встречалось. К непосредственной причине смерти было установлено раковая кахексия, раковая интоксикация. Значит, которые, кстати, отсутствовали в клинических заключительных диагнозах. Из этого же морга забирал тело заслуженная учительница Лидии Киктивой её сын. Ему клиника даже не сообщила о смерти матери, заставляя оплачивать уже ненужные процедуры. В общей сложности моя мама пробыла в этой так называемой клинике три дня. Как таковой помощи ей там оказано не было. Колоссальные счета, которые выставлялись, не соответствовало действительности. Анжела Хачатурьян говорит, что сегодняшнее решение суда ещё не точка. Она намерена добиваться наказания для беглого главврача Серебрянского. Он находится в Стамбуле, и мы потратим все эти деньги на то, чтобы привезти этого преступника сюда. И он ответил за все смерти, которые он причинил. Не только моего мужа он убил. Олег Серебрянский, по данным Следственного комитета, действительно скрывается в Турции. Но это не мешает ему продолжать дела в России. Буквально вчера его клиника в Москве была переоформлена на другого гендиректора. Скорее всего, подставного.